Еще во время строительства Лахта-центр стал точкой притяжения туристов в Санкт-Петербурге и любимым объектом для селфи. Местные называют его газоскребом или кукурузиной. Высота башни составила 462 метра. Это самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб. Его масса 670 тысяч тонн, количество этажей 87. Для сравнения, Всемирный торговый центр был высотой 415 метров и 110 этажей. Строительство здания началось в 2012 году и было завершено в октябре 2018 года. С тех пор идет обустройство деловых и общественных зон. Дата открытия комплекса будет определена после завершения внутренних работ по отделке и благоустройству. Береговая линия также будет облагорожена. Архитектурная концепция. В состав лахта-центра входит не только высотная доминанта, но и здание из двух корпусов, соединенных внутренним двором. Авторы проекта вложили смысл в этот архитектурный ансамбль. Петр I задумал Петербург как морскую столицу России и издалека сооружение напоминает корпус корабля. Это особенно впечатляет с побережья Финского залива. Каждое новое основание этажа поворачивается почти на 1 градус относительно оси башни, за счет чего создается эффект закручивания к самой верхушке. Особенность небоскреба – многослойное стекло со специальным матовым покрытием серо-голубого оттенка, которое меняет цвет в зависимости от интенсивности освещения. Днем при безоблачном небе и ясном солнце башня приобретает синий оттенок. В пасмурную погоду – серый или бронзовый. Остекление гладкое, благодаря чему достигается особый оптический эффект. Облака будто движутся по стене сооружения. Что же будет внутри? Заказчик и инвестор проекта – «Газпромнефть». И ключевым объектом комплекса будет штаб-квартира «ПАО «Газпром». Офисы. Площадь одного офисного этажа от 668 до 2060 квадратных метров, что вмещает до 120 сотрудников. Панорамный двухуровневый ресторан на высоте 320 метров, в котором будут подаваться блюда традиционной русской кухни. Семиэтажный зал трансформеров, в котором будут появляться и исчезать ряды кресел и сцена, за счет чего он сможет трансформироваться под формат проводимого мероприятия. Концерт, балл, лекция, показ мод, что угодно. На данный момент подобных аналогов нет ни в России, ни в мире. Суперсовременный планетарий с уникальным оптическим и цифровым оборудованием и 16-метровым купольным экраном, на который выводится 3D-проекция солнечной системы. Одновременно в нем смогут находиться до 140 человек. Время сеансов будут использованы самые разные спецэффекты. Подвижный пол и иллюзия молнии и дождя, виртуального дыма и запахов. Центр образовательных и научных мероприятий, где будут проводиться мастер-классы, различные лекции и научные семинары. Спортивный комплекс, включающий тренажерные и фитнес-залы. СПА-комплексы, бассейны и массажные кабинеты. Медицинский центр. Выставочное пространство для экспозиций и арт-объектов. Открытый амфитеатр с видом на воду, где зрители смогут любоваться водными фонтанами и различными шоу на воде. С 83 по 86 этаж расположена смотровая площадка с телескопами, откуда можно полюбоваться на историческую часть города. Елагин остров, парк имени 300-летия Санкт-Петербурга, стадион Зенит-Арена и Финский залив. Весь первый этаж займут магазины. Интересные факты. В строительство было вложено 120 миллиардов рублей. Верхний этаж с обзорной площадкой расположен на высоте 378 метров. Выше только шпиль, который не делится на этаже, играя чисто эстетическую роль. При сильном ветре верх строения может отклоняться на 46 сантиметров от вертикали, а на уровне смотровой площадки на высоте 370 метров максимальное отклонение составит 27 сантиметров. На шпиле установлена метеостанция, с помощью которой ведется наблюдение за температурой, влажностью, направлением и скоростью ветра. Все материалы, использованные при строительстве, не горючие или с огнезащитой. А в случае пожарной тревоги в центральное ядро, выполненное из железобетона, нагнетается воздух, что предотвращает его задымление. Перейдя в центральное ядро, где имеются лестницы, человек оказывается в безопасности. Чтобы птицы не врезались в окна, стеклопакеты окантованы непрозрачным материалом, а само стекло не зеркальное. Кроме того, во время массовых перелетов стай подсветка будет отпугивающей. 75% рабочих мест в небоскребе расположены в зонах естественного освещения. Это позволит реже включать свет, а значит, удастся снизить энергопотребление. 31 декабря 2018 года на небоскребе зажгли новую новогоднюю подсветку зеленого цвета, превратив таким образом здание в самую высокую новогоднюю елку Европы. Как добраться? Добраться до лахта-центра можно пешком от станции метро Беговая за 20 минут. К моменту сдачи сооружения будет утверждена обновленная схема движения транспорта на Приморском шоссе, и на территории комплекса будет построен паркинг на несколько сотен автомобилей и 90 велосипедов. Ну и наконец, стоит отметить, что инициаторы проекта заинтересованы в том, чтобы район, где находится лахта-центр, стал достойной альтернативой историческому центру, примером формирования действительно комфортной для человека среды за пределами исторического центра. Центр деловой и общественной активности создаст в Приморском районе более 8000 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Продолжение следует...